Сегодня в 15-й школе на завтрак сложные гарниры, котлеты из горбуши. Я рыбу не очень люблю, но то, что нам в школе дают из рыбы, то я всегда ем. Чтобы есть с аппетитом, начали даже особо разборчиво и в столовой сменили не одну бригаду поваров. Сейчас здесь общество чистых тарелок. В младших классах кушают все у старшеклассников отказы единичные. Разнообразили меню, ну и предложили некоторым классам меню на выбор. И увеличилось количество детей, которые питаются в 2-3 раза. Новый шеф-повар особо следит за технологиями приготовления. При нарушении даже каши у ребятня есть не станет, не говоря уже о запеканках и сложных блюдах. Дети помладше, они, конечно, любят макароны, но дети постарше съедают абсолютно все. Качество питания контролируют и родители. Их встречи с учителями и поварами стали регулярными, когда появились первые жалобы. Дети, в общем-то, отказывались есть те или иные продукты, или в связи с тем, что это питание было холодное, и они поэтому тоже не ели. Но наши, в общем-то, просьбы моментально откликнулись. В настоящее время ребенка спрашиваю периодически, как вообще в школе питания, она говорит, съедаю все. Но питание до сих пор больная тема для многих школ. За два года состав поваров сменили в нескольких образовательных учреждениях. В 70-е пошли на более кардинальные меры и решили совсем отказаться от прежних условий. Судьбу школьной столовой решит тендер. Требований будет много. Это, конечно, качество питания. И еще имеет значение сопровождающие требования. А именно клининговые услуги по приведению зала обеденного в порядок. Содержание официанток. Приобретение оборудования. То есть, вот та материальная сфера, которая обычно ложится на плечи школы. Кто решится на инвестиции, станет известно после Нового года. Родителям остальных школ тем временем советуют не стесняться и обращаться с претензиями напрямую к руководству комбината питания или директорам образовательных учреждений. Заменять обед бутербродами тоже не выход. Полезными продуктами накормить ребенка вкусно. Это самая сложная задача, которая перед нашим комбинатом стоит ежедневно. То есть, мы всегда изобретаем что-то новое, чтобы ребенок скушал рыбу, скушал кашу, скушал творог, чтобы дети остались сытые и довольные. С Нового года в школьном меню может появиться и кухня народов мира. У технологов разработки уже около 10 новых блюд. Юлия Сауляк, Сергей Мякишев, Тюменское время.